Всем привет! С вами Илья и вы на канале Малой Гейм. Сегодня у нас игрушка The Forest. Обновление у нас сегодня 0.40. Вышло оно то ли вчера, то ли позавчера, может быть и чуть раньше. Честно, вообще забыл об обновлении и поэтому как бы не успел немножко вовремя. Но я думаю это не беда и сегодня мы как раз таки сделаем небольшой обзорчик по вот этому обновлению. Кстати, что могу сказать, в этом обновлении добавились почти все деревья, которые я бляхом ухорубал раньше. То есть я их рубил-рубил, а они у нас опять. О, как классно. Эй, а где теперь это? Что-то я ее где-то раскидал аж по сторонам сюда. Так, ну да ладно. Ну вот, ребят, что у нас в обновлении. То есть первым пунктиком у нас идет кооператив. То есть это как всегда. Что у нас исправлено в нем? Исправлено блокирование вкладок в книги, когда второй игрок держал в руках бомбу. Улучшенные искажения построек при их повреждении. Дом на воде теперь доступен. Прикольно. Исправлено исчезновение пользовательского тотема. Оставляли летающие предметы после сгорания. Исправлено застревание весла от плота в игроке. Исправлены проблемы, которые могли возникнуть при движении плота. Что у нас тут есть? Ни хера у нас тут нет. Так, и исправлены ошибки, в которой... А, исправленная ошибка, в которой зона для хождения черепах была красной для клиентов. Так, вот это, как я понял, у нас все, что касается кооператива. Так, у нас наступает ночь. Я так думаю, нам лучше бы поспать, да? Наверное, зайдем домой. Давай зайдем, закроемся. К чертям. Давай, поднимайся. Так, вот. И, в принципе, отсюда можно будет постоять, понаблюдать. Вот это дерево, сука, надо будет... Хотя нет, оно мне не мешает. Оно мне даже нравится. Прикольно смотрится. Нет, звезды есть, я думал, опять убрали. Ладно. Далее, что у нас касается производительности. Сильно оптимизированная система зернистости объектов вне зоны видимости. При использовании высокой настройки дальности может прибавить 2-3% FPS. Это, кстати, довольно-таки неплохо. Давай, поспим. У нас сейчас день должен быть. Сколько я понимаю. Да, у нас денек. Давайте покушаем и попьем. Есть, что покушать. И должно быть, что попить. Есть? Есть. Так, ага. Давай-ка скинем вот эту херню. Пусть дальше у нас сушится. Ну, ну что ты, твое. Вот так вот. Все, палочка есть. Да, не буду я его рубать. Пусть так будет. Как бы сейчас деревья повырастали вокруг домика. Даже прикольно стало. Ладно. Далее, что у нас увеличено? Дальность прорисовки у яхты. Так, давай проверим. Давай проверим. Как раз мы тут рядышком. Ну, по-моему, ее и раньше было так же видно. Он качается прям. А, ребят, убрали дерево. Убрали дерево. Здесь было дерево раньше, его убрали. Ну, как бы и добавили-то. Буквально на несколько обновлений оно было там. Может быть, 3-4 обновления подряд. И все, его опять убрали. Да? Ну, да ладно. Не знаю. Ох ты. И извиняюсь. Яхту, в принципе, как было видно. По-моему, ну, как бы ничего такого существенного не сделали. Так, ну, хрен с ним, давай спустимся. Подойдем поближе. Чуть-чуть, да? Чуть-чуть. Ой, стой, стой, стой. Не, ну, нормально ее, как было видно, в принципе, так и есть. А давай-ка вот мы сейчас, наверное, подплывем вот на тот островочек. Встанем там. Откроется у нас красивый вид на яхту. И оттуда будем стоять читательное время. Ладно, ну, далее у нас. Улучшена детализация у каменных пород. Ну, то есть, вот это мы сейчас даже можем проверить, когда подплывем вот туда. Там у нас, в принципе, одни камни. Что они у нас тут улучшили, сейчас и проверим. Опа, мы под водой. Опа, над водой. Ну, давай-давай-давай. Что-то ты... Медленно. Вот ему бы еще ласты здесь, если бы он мог находить. Вот было бы вообще круто. О, яхточка. Ну, не знаю, вроде-то. Типа коралла что-то, да? Ну, давай-давай, залази наверх. Опачки. О, как у нас. Сейчас еще погода наладится и будет просто замечательно. Ладно. Далее, что у нас еще? Оптимизированы режимы искусственного интеллекта у противников. Когда вокруг них много построек. Зачищена куча мелких ассигнований. Уменьшены... А, уменьшены рывки камеры во время замерзания персонажа. Ага. То есть это у нас, я так понимаю, либо ночью, когда идет дождик, либо когда мы будем в зимнем биоме. Так. Нападение и приближение врагов теперь будет более плавным. Убраны рывки и замедлением. Сокращено количество морских звезд. Их зернистость теперь будет только при приближении игрока. Улучшен переключатель уровня детализации кабины самолета. Так. Улучшен переключатель. Ну. Давай. Сходим. Сходим. Посмотрим. На кабину самолета. Что у нас. Акулу. Как вот у нас вроде там говорили. Есть. Есть. Ничего-то я их так... И не видел. Или... Ага. Вон, сука. Есть акула. Есть, мать ее, акула. Есть она, сучка. Давай, давай, давай. Я думаю, что, блядь, за звук. Плыви. Плыви, Форест, сука, быстрее. То меня сейчас там за жопку так как хватнут. Пошла нахуй. Все. Короче, акулы есть. Я думал, их реально нет, а они есть. То есть они... Вот. Вот там вот. Вот, куда я пальчиком показываю. Там она точно есть. Точно была, во всяком случае. Ладно. Раз уж у нас плавают тут акулы, значит, нам не стоит особо много находиться в воде. Ладно. Сейчас прибежим к кабине самолета. Посмотрим на те переключатели, про которые там написано. Что-то там у нас улучшено. Кстати, надо... Надо бы, я так думаю, поставить флажочки на таких вот ключевых местах, которые периодически дорабатываются, чтобы туда можно было... Ну, давай-давай. Куда оно? Э, перышко, сука. Так, ну да ладно. Потихонечку пойдем. Так, ладненько. Добавлены динамические генерируемые записи и удалены ненужные якоря, которые занимали лишние ресурсы процессора. Не понял. О чем я? Ладно. Новые уровни детализации. Более чем для тысячи скал теперь работают гораздо быстрее и требуют меньше ресурсов системы. Улучшена детализация некоторых растений на расстоянии. Ну, это мы как бы так особо-то и не поймем пока. Ну, да ладно. Так, вот. Это у нас все, что касаемо производительности. Теперь у нас идет аудио. По аудио что у нас? Новые звуки боли при поджоге мутанта ребенка. Ага. Так, ну, чтобы нам мутанта ребенка поджечь, это нам надо будет идти в пещерку, а пока как бы нет желания. Ну, да ладно. Если что, в следующем обновлении, вообще, не в следующем обновлении, я так думаю, можно просто в следующей серии сходить в какую-нибудь пещерку и, соответственно, ебануть там детеныша. Ладненько. Далее. Настроены звуки шелеста деревьев от ветра на расстоянии. Настроены звуки большого водопада. Большой водопад у нас где? Я не знаю. Ну, да ладно. Так, так, так. Настроены звуки прыжков по снегу и мокрых участках на пляже. Новый звуковой эффект глухота может возникнуть от большого взрыва поблизости. Ага, подожди. Вот это мы должны проверить. И это мы вообще сразу должны проверить. Ну, давай. Где-нибудь здесь. Что-то ничего нету. Ага. Во-во-во, есть. Было-было немножко, было. Чуточку прям, но было. Прикольно. То есть, соответственно, если будет там побольше взрыв или будешь находиться поближе к эпицентру, то, соответственно, наверное, оглохнешь на более длительный срок. Ну, прикольно. Сделано прикольно. Так, ладненько. Далее. Так, 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 так. Вот, исправленные ошибки со звуком горения жутких мутантов у клиентов в мультиплеере. Ага. Исправленное отсутствие звуков и толстого мутанта у клиентов в мультиплеере. Новые звуки для уток. Прикольно. О, мы нашли вообще хвост самолета. Давно мы уже тут не были. Оказывается, он не так уж и далеко, да? Так, давайте-ка мы здесь поставим эту хернюшку. Где она у нас? И пущай себе стоит. У нас как бы все есть. Флажок какой белый? Нет, не хочу белый. Хвост самолета будет у нас... Ай, разу пускай стоит. То есть все, здесь у нас хвост самолета. Теперь мы будем знать. Так... Новые звуки для... Так, и новые звуки для дома на воде. Так, я так думаю, наверное, придется нам все-таки еще построить домик на воде для того, чтобы... Вообще понять, что там добавлено, что там исправлено. Это домик на воде. Я уже, блядь, не знаю, когда последний раз строил. Я его, по-моему, устроил. Когда первый раз начинал играть, не все. Ладненько, ребята. Это все, что у нас касаемо аудио. Далее у нас идут плюсы и минусы. Ну, то бишь баланс. У нас понижен радиус взрыва при броске самодельной бомбы на 12 из 15. Наносимый урон зданию 500. Ну, блин, как бы он здесь, по-моему, нигде так особо не учитывался. Ну, да ладно. Понижена дальность взрыва от бомбы на 14 из 15. Наносимый урон по стройкам 600. Да, звуки ветра. Вот сейчас шелеста деревьев. Ребята, просто офигенно. Ну, реально, такое ощущение, что ты вот идешь действительно сейчас по лесу где-то. Здорово, прям. Здорово, как бы. Ну, ну, разрабы нас не перестают по-удивлять. Блядь, только что молились. Чху ли, вот, ну, вот, мне надо... Дайте постою, но за вами понаблюдаем. Вот. Далее, 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 далее. Так. Вот у нас увеличен радиус взрыва от динамита на 17 из 15. Урон 750. Уменьшен урон от удара, если вы одновременно бьете и по врагу, и по стене, или прочим объектам. Ну, это прикольно вот так. Увеличена задержка времени для добавления задачи найти Тимми. Теперь 10 секунд вместо 3. Ага. Так, может, и... Как, как? Подожди. Я так не могу, да? Ну-ка, стой. Вот там, стой. Эй, эй. Ты у меня косой, оказывается, пиздец. Короче, ладно, давай. Давай-ка я вас быстренько завалю. Пах, пах, пах. Ну, фаршмак. Опа. Что-то их, по-моему, немножко профиксили, и они стали... Опа. На тебе, сука, камень. Помолился перед смертью? Молилась ты перед смертью? Да извернул он, на. Сука. Сдохнет, тварь. Так, ну ладно. Так, грязный. Ну, хрен с ним, ничего страшного. Не ной только. Только ни на чем. Аспортить, покушать. Да, как бы все есть. Так, как? Верелочки. Ну, по идее, она бы должна упасть. Жесть. Ребята, это жесть. Если так-то. Ладно. То есть, мы, в принципе, на верном пути. Идем далее. Так, что у нас улучшено? У нас улучшен урон для зданий. Сбалансирован урон от ударов. Так, улучшена постепенность разрушения зданий. Теперь рухнет, если у него 0 хп. А урон по стройкам от взрыва теперь напрямую зависит от радиуса взрыва. Лучше плавание так, в доме на воде добавлено весло. Так, ребята, нам срочно надо построить домик на воде. Так, но мы его будем где-нибудь строить так, чтобы было удобно. Чтобы и вода была рядышком, и деревья были. Давай, 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 давай. Вот побежим, наверное, где-то у нас. Подожди, мы куда? О, похавай. Похавали. Так, сейчас сориентируюсь немножечко. Так, нам в ту сторону. Потому что здесь у нас сейчас... Да-да-да, нам в ту сторону. Там у нас сейчас будет принос самолета. Так. Давай-давай. Беги, Форест, беги. Так, давай-ка. Да-да-да, ты что? О, нормально. Я думал, сейчас померем. Кстати, надо будет как-нибудь запустить какое-нибудь другое сохранение. Потому что сохранений как бы, ну, хватает. И показать вообще тоже построечки всякие, где только что были. У меня там большая база тоже была построена. Ну, соответственно, не без читов. Строил с читами. Ну, я думаю, ничего страшного. Так. Подожди, а нам не проще ли было построить... Подожди, тут мы если сделаем, мы отсюда не выплывем. И, в принципе, она нам тогда и нахер не нужна была бы, да? Так. Или... Или... Или что? Так. Так, так. Где у нас много деревьев и вода? Здесь, по-моему, нет. Надо туда дальше туда бежать. Сейчас. Короче, дойдем туда и построим домик. То есть, домик мы сегодня в любом случае построим. Так. Ладненько. Давайте дальше. Вот, добавлю в услов. Улучшен набор воды в водном коллекторе. Теперь будет заметно пополнение в нем воды при дожде. Ну, то есть, мы из него пили. Да, было видно, что оттуда водичка так раз немножко ушла. Так. Что у нас по внешнему виду? Около яхты теперь будет пена. Ай, блядь, опять надо будет идти на яхту. Ладно. А, подожди. Давай мы туда и пойдем. Там и построим домик на воде. И, как бы, яхту посмотрим. Так. В книге в разделе крафта предметы, которые нужны для создания, будут выделены разными цветами. Капец. Перевод, конечно, жесткий. Так. Давай. Будут выделены... Ага. Сейчас, подтикну. А, вот. То есть, видите, все, что нам надо. Трк, 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 трк. Так. Это это. Это это. О! Что это такое? Блядь, думаю, кто-то бегает. Это ты, шука, тут ходит, да? Крызер. Ну, ты че? Подпрыгивай. Так, подожди. Что у нас тут получается? Так, мориголд, алоэ. А, все, понятно. Это у нас то, что мы делаем с растений. То есть, ничего. Так. Алоэ. Что-то у нас тут еще. Это, да, до нас добавлено? Так, все. Добавлено. Вот новые декорации. Кровавые части тела. Можно увидеть после взрыва многорукого мутанта. Во-во-во-во. Убирай книжку, дурачок. Тут к нам друзья прибежали. Ух ты, нихуя! Ха-ха-ха. Как-то ты это. Кто пошел? Пошел нахуй. Черт. Так, че, где еще? Где тут мое? Палочку. Где тут мое палочко? Ладно, пойдем в сторону яхты. Так. Сюда, сюда, сюда. Подожди. Подожди. Чуть не забыл. То есть, мы же сюда не просто так шли. Мы хотели, во-первых, поставить флажок. А, во-вторых, посмотреть. Там, че-то нам сказали, наделали они с этими. С как-то. Ай. С какими-то, короче, переключателями. Типа там что-то заебись. Все, мы помылись. Мы теперь чистенькие. Давай, давай. Че у нас тут они сделали? Переключатель. О, так. Он у меня, по идее, есть. Ну да ладно, возьмем еще раз. Вот, его добавили и не помню в каком обновлении. А, ну да. Да, ребят. Сделали, реально сделали. То есть, видите, более так уже все как бы видно стало. Как будто лучше. Да, прикольно, прикольно. Нормально. Так, все. Ставим здесь татенчик. Ну, не татенчик, а этот херню. Так. У нас все должно быть. Ты у нас тоже белым не будешь. Так, розовый есть. Будешь синий. Так, подожди, давай я тебя убью. Можно? Спасибо. То есть, нам надо будет еще один коллектор для воды сделать. Так, ладненько. Дальше. Новая постройка. Док. Должен быть построен только рядом с водой. Можно регулировать его высоту. Также может иметь несколько секций. Это там, 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 где у нас, где это у нас. О. Вот оно что. То есть, крутить мы можем? Можем. И что он из себя будет представлять? А-а-а-а-а. Все, все. Сейчас мы построим домик и построим к ним дух. Все. Так, блядь, пизду опять эти аборигены бегают нахуй. Не хочу. Не хочу я с вами иметь дело. грязные товари так сейчас мы давай вот так вот сейчас раз и напрямую к домику своему а там мы уже построим домик на воде раз получается в домик на воде добавили весло, то соответственно мы можем не париться, в домике на воде мы можем построить в принципе все что надо нам, мы можем и сушилку в нем поставить и коллектор для воды, ну вообще не заморачиваться, выживать в нем так, лавненько, далее новый сложный режим игры, для его просмотра введите в меню равмит мод застрял что ли ты пиздец так, что он дает, да при его включении у вас не будет права на ошибку, при первой же смерти он удалит ваш сохраненный файл и чтобы продолжить нужно будет начинать все сначала сохраняться в этом режиме можно только в один и тот же слот для отключения режима нужно ввести любой стандартный чит код вот оно ребята вот это самое мать его охуенное обновление по моему то есть вот это теперь будет реально похоже на выживание то есть если ты умер то все начинаешь по новой такая фишка есть в игре лондарк там вот если ты помер то ты помер все то есть сохранение твое тоже сразу удаляется вот эта фишка прикольная серьезно вот отвечаю так же буду теперь на нем и играть наверное надо будет создать себе и уже как бы выживать нормально а то у нас получается что базу построил в принципе-то нахер она нужна если так так ладненько далее что у нас новая глава в книге справочник по природе в нем перечислены растения и животные у которых мы можем встретить чтобы растение животное отметилось его нужно съесть либо убить ага то есть вот это это наверное у нас вот оно вот да вот мы убили абориген смотрите он у нас появился все больше ничего нету да так что нам алоэ надо зажевать на заживь так все 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 понятно ладно давай-ка что у нас подожди что это я думаю палатка ладно сейчас придем к домику к нашему что у нас здесь ну мы почти пришли уже да да почти а ну вот давай сейчас сразу сбегаем на яхту посмотрим там по идее должна быть пена вокруг нее да ебать шумно да ладно камешек не нужен а вот то есть я подбираю да к примеру я к примеру подобрал ну и чё ну у меня тут уже почти все есть ну и а вот этого нету ничего ладно хрен с ним я тут подобрал вот эту фигнюшку как она называется не помню а то вот этого короче никакого да так давай давай так катапульта у нас стоит темно так клит короче вы наверно тоже это это заметили только стемнело там включили лампочку то есть у нас луна включается сука как лампочка ну реально вот это конечно косичина большое Я считаю что Ладно, что у нас исправлено? Исправлено вращение некоторых предметов, например, веревки на полотне крафта. Так, давай у нас что-нибудь, поспать можем, не можем еще? Проверим, если можем поспать, поспим, и как бы будем уже строить домик на воде. Так, закройся. Давай, давай, пожалуйста, поспи, пожалуйста. Можем поспать, отлично. Все, поспали, день. Мать его, день. Так, давай опять покушаем. Покушали? Покушали. И вот попили. Да, 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 то есть водичка прикольно уходит. Все прям как положено. Давай, это мы повесим сушиться. Давай, повесим. Все. Так, идем строить дом и вот этот док. То есть, вот там, я думаю, построим. Здесь как бы и деревья все есть рядышком. И недалеко, опять же, от нашей базы. Здесь можно будет он сохраниться потом, если что, вдруг. Так, что у нас? Бузи, бузи, где-то херня. Так. Ну, это где-то здесь, да? Так, давай. Пробуем. Пробуем, пробуем. Так, давай. Ну, давай сначала построим док. Дальше он не строится, да? Ну, давай. Вот так. Нас устроит. Так нас устроит. 33 бревнышка нам надо, да? Ну, давай. Так. Сейчас нарубим, построим. И будем потом дальше, да? Смотреть обновку. Ну, я считаю, как бы, раз обновление есть, почему бы не попробовать, не проверить это все на деле. Ща позырим. Ща позырим. Или надо было, наверное, скачать какой-нибудь читак. Или тренер. И чтобы вот с помощью него уже можно было бы намного быстрее это все построить. Ну, было бы не особо интересно. То есть, я в этом сохранении как раз еще же выживаю. Так. Давай, давай. Все туда, все туда. То есть. Что там у нас? Что там? Что там? Все тихо, все тихо. Так, ладненько. Что у нас дальше? Исправленные неверные границы окончания океана. Это позволяло игрокам проваливаться сквозь песок. Да, такое было. И не раз, по-моему. Ладненько. Исправленная ошибка, в которой теннисные мячи на трупах теннисистов были слишком маленькие. Исправленная ошибка, в которой растяжка имела слишком маленькую дальность прорисовки. Да, было такое. Потому что, помню, подходишь и, короче, видишь, замечаешь ее только когда уже взорвался. Так, давай. Давай, давай. Сейчас поставим это все. И будет у нас там домик такой. Тут домик такой. Все дела. Эй. Да ты че тупишь, блядь. Так. По идее, блин, не знаю. Я, честно, уже даже обновление особо по Форесту и не ждал. То есть, оно выходит, когда выходит. Ну, раз. Вышел, установил. Посмотрел. Ну, пойдет. Вот. Чего-то глобального уже здесь тоже давно нет. Вот единственное, да, то, что вот в этом обновлении сделали вот эту хреньку. О том, что... Так. Давай-ка я вот этот возьму в руки. На всякий случай. О режиме выживания. То есть, то, что с одной жизнью. Это да. Это будет интересно, я считаю. Вот, допустим, люди, кто уже довольно-таки давно играет Форест. То есть, уже надоело и строить. Вот это все пещеры уже облазили. Знаем, где и чем все находится. Будет интересно. Вот, серьезно. То есть, даже мне уже, возможно, будет интереснее создать новую игру. То есть, поставить вот этот режим. И выживать уже с одной жизнью. То есть, это будет действительно реалистично. А то у нас как? Умер. Пошел. Опять же тут же сохранился. Либо сохраненку там запустил. И никаких проблем. То есть, как я понимаю, здесь, наверное, в том режиме уже не будет такого-то, что в первую, допустим, встречу. Там, когда он пиздюлился, тебя утаскивает в пещеру. Видимо, уже будешь сразу помирать. Либо нет, либо первый раз тебя утащили в пещеру. А типа на второй раз, милок, уже будь добр. Ты либо, короче, выживай, либо сдохнешь. Так, ладненько. Что у нас дальше, дальше, дальше. Так, так, так. Исправленные. Так, так, так. Вот. Исправленные. Так, так, так. Исправлен зазор между аварийной дверью самолета и стеной. Ага, исправленные зоны под яхтой, заплывая в которой могла исчезнуть вода. Да, такое было, ребята, и не раз. То есть, это очень сильно надоедало. Так, исправлен неработающий проект дорожки. Не знаю, вроде все работало. Исправлена ошибка, когда стена... А, сцена падения самолета была слишком долгой. Из-за чего игрок умирал в самолете, так и не разбившись. Ну, у меня такого, честно, никогда не было. Если у вас, ребята, у кого-то такое было, в комментариях, пожалуйста, напишите. Как бы... Прикольно, наверное, было тоже. У меня... Ну, серьезно, ни разу такого не встречал. Так, ладненько. Что у нас дальше? Так, я срубил уже. Давай дальше. Исправленные... Так, исправлены смещения... Смеш... Смещен... А, исправлены смещенные водные зоны верхней части карты. Что тут у нас? Куда тут у нас сместилось? Ладно. Дальше у нас исправлено приготовление мяса кроликого. Время такого, как игрок... Чего? Исправлено приготовление мяса кроликого. Время того, как игрок... Короче, непонятно. Ну, короче, время приготовления, как я понял, мяса кролика. Что-то там как-то исправлено. Так, исправлены сорняки, водоросли и небольшой зеленый камень. не были зернистыми сейчас как я понимаю они все делают зернистым но дабы наверное добавить реалистичности так исправлена ошибка которой водяные коллекторы не работали после ремонта а после их полного разрушения давали бесконечный запас чистой воды полива муха такого я честно даже не видел если бы я об этом раньше знал по возможно специальный ставил рушил бы а затем пользовался бы бесконечными запасами воды стой куда они чаще и тут у меня попадал между тут два бревнышка блин вот серьезно форесте уже давно пора добавить что нибудь таком интересного блин захватывающего прям он по идее же вообще задумывался как игра жанра хоррор но сейчас как то я не знаю я когда первый раз не играл не помню какое-то было обновлением блин реально было страшно помню построил обычный маленький теремочек свой еще три жил там в нем ну блин все не так как показывалось допустим тех же самых трейлерах игре то есть там блин показано было все так круто вот серьезно наикрутейший графончик должен был быть но сейчас принципе графончик здесь на высоте вот помимо графики там вообще было показано что вы как бы блять все криво как пиздец но да ладно ребятушки у нас есть набережная заебись заебись так ладно давай следом сразу построим дом на воде как он у нас будет ну давай просто вот так я думаю когда мы построим просто упадет на какие есть бревнышки туда поскидаем пока и посмотрим что да как у нас да блять надо было его сразу положить ну ничего страшного так 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 вот да о чем я и говорил сейчас получается вот в игре хоррор присутствует только в пещерах пещерах спускаешься там да там как бы и темно нихера не видно и звуки всякие новые там постоянно добавляют то есть в плане акустическом и графончики игрушка вот прям ништяк но сюжет сюжет ребята прямо не знаю уже давно хочется попасть в бункер но она почему-то так пока туда дверку не открыли до желаю вот эту хернишку захалываем и все у нас выносливать нормально так давай сейчас я опять докидаю сначала бревнышки пока буду рубить опять будут читать обновление что у нас там еще а не знаю зачем они убрали он там дерево кстати которое было небольшое так еще 40 да да как бы недолго так 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 блин и фпс к у меня проседает не станет прям конкретно но я думаю ничего страшного так чайки кстати обратили внимание то что вот я уже сколько здесь деревьев на срубал ни одного аборигена еще нет видать что-то в этом отношении а в прошлом обновлении по-моему что-то фиксили или в этом в прошлом вот я не помню фиксили не фиксили то что там типа радиус на котором можно услышать теперь звук падение дерева меньше стал не помню было такое или нет ладно давай его просто трогаем отсюда но как раз докатиться донесу да прикольно слышно как скрипят деревья вот эти ветки так ну да ладно что у нас дальше так 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 исправлена ошибка в которой водяные коллекторы так 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 это вот все понятно исправлено случайное прохождение врагов сквозь стены этому нужно было блин исправлять полу сама первая версия а так исправленные проблемы с камерой во время сцены поднятия с пола самолета иногда могли смотреть сквозь пол но для этого надо будет нам начать новую игру и посмотреть какие-то звуки были как будто что кто-то рядом так мы надеюсь мне это просто показалось так ладно давай дальше руби так 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 исправлена ошибка в которой нельзя было достроить лестницу на сваях не поле не знаю честно на сваях по моему лестницы и не строил никогда даже но ничего тоже если что проверим это все давай-ка туда вот в ту сторону нам это так исправлена ошибка во время сцены оттаскивания игрока аборигенами в пещеру иногда аборигены могли вас тащить сквозь деревья блять не честно не помню уже честно так давно меня не оттаскивали в пещеру что уже забыл так исправлена исправленные ошибки которых аборигены могли вас атаковать и в воде опачки теперь понятно то есть все в воде нас аборигены трогать не будут это прикольно то что помню раньше вообще я в тупую мог воду зайти и все аборигенов нет а потом что-то они как-то до одно время начали прям по херу и думал на меня спадет по херу не стало вода не вода могли зайти хоть куда и навалять по щам так 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 где у нас дальше вот блин деревья куда вы куда вы деревья туда нельзя туда не надо одно бревнышко второе бревнышко я сказал да то есть прикольно посмотреть еще если домик можно будет прямо к этому причалу сделать будет прикольненько мы раз причалечкой поплыли куда надо так ладненько далее исправлен разрегулированный разрегулированный просмотр игрока камера так камера игрока иногда как чего камера игрока иногда мог таким стать после ухода в пещеру херня какая-то непонятно короче что-то исправили с камерой у нас какая-то хрень была когда мы ходили в пещеру какая-то хрень могла с нами случаться вот далее исправлено исправлены ошибочно связанные страницы в книге опять же не знаю ничего вроде такого не было связаны они смысле открывались что ли как-то там допустим сразу вместе ты одну леснула там две короче пролеснулась да как-то так но я так думаю это чисто мое пока как бы мнение так дальше исправлена ошибка в которой сани для бревен не сталкивались другими санями для бревен да такое было мы могли получается на санях сквозь сани проехать это было точно это я помню если это по пиксели это прикольно очень даже потому что раньше мы могли с ними ходить принципе хоть как единственно что нам могло помешать так это только пеньки в пеньки мы врезались да это точно было болеть опять чайка летит и я думал тут бегать уже рядом прям со мной думаю кто такой отчаявшийся прибежал ко мне тут кстати чаек по моему такое ощущение что стало больше вот реально они как бы везде прямо там и там и там надо будет их как-нибудь выбрать денек нахерачить чаек чтобы у нас было много перьев наделать себе стрел потому что как вы помните огненные стрелы очень хорошо помогают при атаке больших у допустим там мутантов какие то есть очень удобно первых можно с большого расстояния их как-то-то о нормас а куда они исчезают они летают короче высоко так что я их не вижу больших мутантов вот оно и хорошо их херачить допустим стал где-нибудь так как бы в игре пока багов всяких много но тот же самый камень какой-нибудь залез и все и оттуда спокойненько слука стоишь и огненными стрелами и херачи то есть вот мы когда в кратер спускались в принципе постоянно я если какую-то пещеру у меня постоянно собой лук и стрелы ну соответственно если какая большая пещера где приходится допустим воевать с большим количеством мутантов вот лук и стрелы мне очень хорошо в этом плане помогает вот мы даже когда ходили к бункеру первый раз только нам дали такую возможность спуститься в пещеру на дне кратера вот мы туда тоже ходили брали лук там было было хуево туча пауков помню этих многоножек звуки какие-то нет нет бывают такие странненькие не особо приятные так ну давай так сколько у нас еще 14 бревен а ну 12 сейчас вот это и там еще 12 бревен это у нас по сути 33 дерево да это хорошо так так три дерева каких 3 дерева вот этих 3 дерева мы рядышком чтобы сильно не париться а так у нас даже у нас оказывается и здесь еще он брезнышки сюда укатились да так ладно что у нас дальше так это так исправлено застревание игрока в санях для бревен если он по ним ударяя тоже не помню вот серьезно но не помню было у меня такое не было возможно и было но я не помню серьезно сняки не застревал как-то было дело я застревал в этих грядках которые строятся на земле большие вот в них было дело в них только застревал ладно дальше что у нас исправленные зубчатые иконки на дисплее хады какие зубчатые иконки что у нас за дисплей хады хады дисплей хады так 1 так ладненько исправлено застревание блока на оружие при использовании геймпада не знаю с геймпадом forest я вообще не понимаю как так можно он так-то бывает гречит или на геймпаде наверное еще и не особо удобно будет ладно исправим спасательный круг который торчал из потолка яхты тоже не помню вот честное слово не помню торчал он там не торчал он там можно будет сплавать посмотреть то есть сейчас как я понимаю на яхту плавать уже будет опосянчик например если мы раньше могли спокойненько раз туда подплыть и все а сейчас увидели то есть акула там была конкретная акула вот но в чем еще и думаю минус они ничего не добавили хоть бы оружие сделали чтобы мы могли атаковать под водой к примеру вот акула и акула ну че мы взяли допустим ее как-нибудь захерачили под водой в том же самом допустим с тренды дип мы можем атаковать под водой то есть любым абсолютно оружием сейчас вот еще начал игрушку одну проходить суднаутика называется по моему то ли вчера то ли позавчера выложил первый обзорчик ее очень прикольная игра тоже советую посмотреть поиграть там мы выживаем на планете которая полностью покрыта водой и соответственно мы все под водой ищем и всякие ресурсы игрушка тоже выживалка также от первого лица очень интересно понравилось сейчас это наверно после фореста как раз тоже ею и буду записывать опачки опачки как она тут у нас да чем поплыли мы не поплыли еще давай давай твою медь давай выплывай ну а я твой просто махнуть надо было слушай так это же вообще крутяк подожди мы можем мы можем так ну давай так подожди я вот чё херово ничего не видно куда нам там так так давай поворачиваю еще опачки все крутяк вот это классно не прикольно ребят прикольно мы да реальному домик на воде вот то что есть весло этого час прям конкретно очень удобно давай подожди давай сделаем давай-ка что нибудь сделаем светильничек давай сделаем вот такой вот светильничек один сюды куда-нибудь чинкс что это было ребят смотри за 3 что это что это мать твою как так это жесть ладно все здесь одну и вот сюда еще поставим одну лампочку прям к входу повернем поворачиваешься али мы так только можно сначала повернуть а потом поставить уже да здесь тоже все трещется так у нас нет черепа ладно череп мы добудем попозже так ну все прикольненько здесь можно будет обустроиться немножечко но это потом ладно давай теперь пойдем пока домой то есть там мы сохраниться ничего не можем для того чтобы сохраниться нам нужно будет построить либо кроватку поставить либо кроватку вот я думаю надо бы там потом кровать сделать и все идут у нас пучком так давай заходим закрывайся давай покушаем покушаем я говорю так включи свой фонарик ебучий так и давай-ка сделаем еще один коллектор у нас потому что мы черепашку то одну убили так и ну вот так какая разница пустить картины если все то есть теперь нужно ждать только дождь так то есть сюда домик прикольный с веслом все это мы посмотрели далее что у нас тут есть ну че вам надо идите нахуй а вот сука долбан как ты посмел как ты посмел как ты посмел ублюдок ублюдок твари ты ты еще и еще и вот так да че херова да херова тебе и тебе тоже херова так быстренько отремонтируй домик так надо будет да подожди давай вас сожгем мне как раз не черепушка домой нужна ну понимаете так зажег молодец о все дропну вот так помню че то у меня а ты жива еще что ли как так то так другое дело сдохла тварь так ладно дальше что у нас исправлены кривые кнопки в книге при выборе охотничьего убежища и костра вот это у нас охотничьи убежища кривые какие то тут кнопки были не знаю все нормально по-моему как было нормально так и есть нормально ладно дальше 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 исправлено исчезновение тела игрока при движении на плоту исправлено неверное положение камеры при сцене падения самолета исправлена ошибка в которой камера могла открепиться от игрока если он быстро открывать и закрывать книгу давай заберем у нас потухом сам даже нормально так подожди подожди давай косточки мы сначала скинем у нас проросло дерево прям ну так же неудобно будет мне сидеть ну че у вас прям ну ладно ничего страшного каменюка да так дальше что у нас еще здесь прочее у нас добавлен общий сброс при срабатывании триггера с помощью замедленного действия, то есть сохранение в шелтере. Шелтер это у нас, ребятки, вот эта вот штучка. Так, так, так. Должно помочь от застраивания. Так, обновлена формула о вращении солнца теперь более плавная. Предотвращает случайные так, странности с вращением солнца. Закат и рассвет теперь более плавный. Как-то так. То есть, ребята, это все, что у нас по обновлению 0.40 в игре The Forest. Если вам понравилось видео, не забывайте помогать мне лайками, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Пока-пока.